И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобард. И мы, конечно же, будем что-то пить, но сказать, что я хренюю просто с этой осени, это вообще ничего не сказать. То прохладно, то жарко, то еще что-то, то вообще непонятная ситуация, как сейчас. И поэтому напиток будет тоже мне пока непонятный. Хотя, есть один человек в комментариях, он все про него пишет, пишет, пишет и пишет. Так что вот прям вот по просьбам трудящихся, господа, вот такой вот штарг красненький. У меня уже был когда-то, по-моему, зелененький, и называлось оно, дай бог памяти, что-то штарг, странно, но съедобно. Насколько съедобно будет это, я пока не в курсе. Их вообще я видел сегодня аж на три. Но зеленый уже снимал, красный вот взял, а третий даже не помню, какого цвета. Короче, что-то я на него так глянул, он меня не впечатлил, не возбудил, короче, по полной программе. И да, это Белалка, завод, который я, скажем, не очень люблю, не очень. Но нам обещают долгое насыщенное послевкусие объема 0,5. Ну, предположим. Уникальный продукт, ладно. Авторская рецептура, ладно. Сохраняем традиции купажа, предположим. Подождите, авторская рецептура, традиции, ну, хрест. Отборные натуральные ингредиенты, 38 крепость, блин. Ну, вот честно, вот этого западла я немножечко не ждал. Немножечко не ждал, но, видите, дождался. Да, Александр Штарк. Что-то там в каком-то году основан Брестский винный склад. Ну, короче, опять упор на историю. Все как всегда, все как мы любим. И мы состав пытаемся найти. О, вода подготовленная, спиртливокс, спиртливокс. Сахарный, блин, сахарный сироп третьим, ладно. Там, какая, что там натуральная основа? Сейчас. Сейчас. Сейчас все будет, господа. Сейчас все будет. Сейчас мы такая сфоткать. Мы это потом как прочитаем? Как поражем, вероятно? Так, ага. Основа натуральная пряно-травяная. Отсюда читать как пьяно-травяная. Я решил такое не читать, а на всякий случай сфоткать. Так, дистиллят зерновой невыдержанный. Ну, предположим. И пищевая добавка, сокраситель, сахарный колер простой. А также спиртованный настой перца стручкового и экстракт трав и специй. Что интересно, не указана ни одна трава, специя или основа натуральная пряно-травяная. Что вообще там в составе? Вообще ничего не сказано. Видать, подделываемся под эту загнивающую Европу. То есть пытаемся сделать так, чтобы было максимально непонятно. Со словами авторская рецептура, вот это вот все и так далее. Ну, бутылка для этой серии понятна. Это для этой серии сделано. Здесь у меня трогательная наклеечка с циферкой 4, я так понимаю. Магазинчик там небольшой. Видать, у них индексация товара проходила. Инвентаризация. Ну, не будем отзирать. Ну, будем это дело открывать. На хрена здесь контролька? Вот просто расскажите мне. Ну, на хрена здесь контролька? Ну, зато, блин, только хотел сказать, зато на левачке нет. Есть. Ну, да завтра, правда. Рассекатель. Даже вот так. Рассекатель это не так страшно, как могло бы быть. Но они меня тоже что-то не релируют. Ну, что ж, так, богемский рецепт. Там можно закрывать, да, здесь? Все, тут уже ничего интересного. Смешно, потому что ждал вообще не того. Вот вообще не того. Но, блин, очень прикольно пахнет. Ну, правда, но очень прикольно пахнет. Это плюс. Но то, что сахар в третьем составе, это минус. После второй. Блин, да что ж такое? Никогда не дерите руку об дерево, даже если думаете, что оно шлифованное. Достаточно было вчера пять минут немножко поупражняться, чтобы теперь, не знаю, что с этим делать. Будем рука впускать. Будем теперь с одним длинным, с одним коротким. Потому что что-то больновато. У меня уже есть некоторые соображения на эту тему. Как я это назову вообще? Но, честно говоря, вот тот зеленый, который я пил, он как-то так особых впечатлений не вызвал. Ну, пьется и пьется. Ну, ржачно и ржачно. Ну, это прикольно. Это прям прикольно вообще. Я еще вертел когда бутылку в руках перед записей. Думал жену попросить, чтобы она мне яблочек нарезала. Ну, как-то же их надо съесть, в конце концов. Ну, нет, это яблоко сюда не пойдет. Вообще, это самодостаточный продукт. Его вообще надо пить без закуски, по-моему. Ну, вот сейчас. Если вторая подтвердит мои, скажем так, подозрения, как я это назову, то я это так и назову. Господа, это бехеровка на минималках. На конкретных минималках. Там прям вообще. Но я не вижу никакой другой ассоциации. Вот с чем бы я это мог хоть как-то близко сопоставить. Наверное, вот так. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Ладно. Третье. Слушай, ты мне нравится. Мне нравится. И если честно, к зеленому я как-то отнесся абсолютно так, по-фидистически. Прикольно, но больше сказать нечего. Это уже интересный вообще продукт. Это прям интересно. Во-первых, я не знаю ни одного белорусского, да и российского, кстати, да и украинского. Тоже аналогов вот этому. Вот просто на данный момент не представляю. И если Штарк еще как-то созвучно со словом Старка, там, ты-ты-ты-ты. И я вот примерно так думал, именно когда брал зеленый. То сейчас у меня уже таких мыслей нет. И сейчас мне честно вот... И сейчас мне честно прям интереснее. Крепость 38, я думаю, не зря. Я уже всегда говорю, что 2-3 градуса вот в этих крепостях, там типа 38, 40, 42, они очень серьезно чувствуются. И это будут 3 разных напитка даже при одинаковом составе. Поэтому да, я думаю, что 38 выбрано реально не зря. Наверное, попробовали там варианты. Ну, как всегда, знаете. Ну, для тех, кто не знает, на заводах оно как делается. Выдумываем новый продукт. На разных заводах по-разному. Но выдумывают их абсолютно не технологии, я вам сразу скажу. Технологии как раз мучаются с теми задачами, которые им поставили маркетологи. А маркетологи сказали, слушайте, а давайте сделаем что-нибудь на что-нибудь похожее. Ну, из того, что у нас есть. И, значит, задолбанные технологии через пару недель выдают вот такой продукт, например. Но выдают его в разных вариантах. Там 30, 35, 38, 40, 42, 45, 50. И, значит, потом высокая комиссия уже с обеда уходит на дегустацию и поздно вечером расползается по домам на такси. Вдоволь надегустировавшись, но примерно осознав, какую лучше. Крайне редко бывает, я и спрашивал, и сам такие вещи я наблюдал. И, скажем так, не один раз, точнее, не на одном заводе. Что дискуссия ни к чему не привела. То есть, грубо говоря, все нажрались. На этом все закончилось. На следующий день продолжаем. И это абсолютно нормальная ситуация. Но работа-то тяжелая у людей, понятное дело. Ну, как говорится, что жаловаться. И вот в данном случае, я думаю, молодцы те, кто победили с вариантом 38. Вот он прям здесь хорош. Вот 38 прям здесь хорошо. Ни много, ни мало в самый раз. Если с первой мне это было прикольно, что-то новое. Со второй я определился, как вот бехеровка на минималках. То вот сейчас оно уже как-то заходит даже не так. Мне бы уже хотелось понасыщеннее, понасыщеннее. То есть, делайте мне то же самое, но по концентрированию. Ну, это мои тут выпендрежи, так скажем. Я думаю, они делали и более концентрированные, и нет. И вот, наверное, остановились на этом. Ладно, четвертое определяющее. Внешний вид. Стандартный для этой линейки. Абсолютно стандартный для этой линейки. Но бутылочка, кстати, достаточно удобно лежит в руке. Она чуть пошире, чуть поуже, но при этом за какую сторону ее не возьми. Она нормально лежит. Она внешне такая, ничего. Хотя обилие вот этого вот бордового меня несколько пугает. То есть, ну, нахрена? Сделали бы как-то повеселее. Вот порадостнее расцветку. Понимаете, как... Если у вас маленькая машина, типа Матиза, да? Она должна быть в радостной расцветке. Вы представляете себе черный Матиз, например? Ну, это же жопа, да? Или вот такого вот цвета, как вот этот вот бордово-грязный. Ну, это не то. Это не то. Он должен быть веселеньким. Вот это тоже надо было бы делать повеселее. А здесь цвета какие-то, я бы сказал, грустные. Грустная расцветочка. Но при этом исторические отсылки, все вот это вот, все присутствует. Александр Федорович Штарк первым заведующим был назначен. Тому самого там винного склада, производства хрен знает кого. Слова про авторскую рецептуру, про традиции. Это все мы любим. Это все мы любим. И это все народу заходит. People have it. People have it. Причем с радостью и причмотиванием. Поэтому тут вопросов нет. Запах. Ну, вот это тот напиток, к которому очень быстро принюхиваешься. Вот он уже сейчас с четвертой вообще не вызывает тех ощущений, которые были на первой. На первой это был такой вау-эффект легкий. То есть, блин, прикольно, что же они там сотворили. Причем, ладно бы кто-то. Ну, что, буржуська, что привезли, да хрен с ним. Ну, это же, блин, белалка. Я знаю, что такое белалка. И тут раз, и в общем-то продукт. Прям вот-вот-вот вообще. Ну, со скидкой на то, что действительно у меня свое отношение к белалка. И настолько приятное ощущение от первой, даже от запаха. Это им плюсик однозначный. Потому что, вы же понимаете, я тоже не железный. Если я какой-то завод не люблю, я сажусь уже с четким намерением, о том, что да, конечно, будет честный личный отзыв. Но осадочек-то у меня остался. Поэтому где-нибудь что-нибудь сказать могу. Тут даже про них и сказать плохого нечего. Впервые вообще, наверное, в жизни или во второй раз. Когда я не могу сказать про холоплавилалка. Вообще плохого не могу сказать. Вообще ни слова. Как там, пряно-травяной? В принципе, все соответствует. Вот сюда бы реально добавить какой полыни, как горчинки. И это было бы очень похоже на бехер. Вот прям натуральненько. А нос за часом? Ну ладно. Нефиг было так носом туда лезть. Но могу сказать, возьму ли я это еще раз? Да. Вот эту красную я возьму точно. Причем я не могу. Вы же знаете, я очень люблю делить напитки на типа вот ситуационные или сезонные. Типа вот поздняя осень, ранняя весна, как я люблю говорить. Или там зимний дубак и надо что-то. Нет. Вот это реально одинаково абсолютно пойдет, что на Новый год, что летом. Ну на пляже нет, но просто что летом. Вот оно вот такое. Но этого много не выпьешь. Вот, наконец-то я нашел, что я скажу плохого про Белалка. Много не выпьешь, потому что сахара все-таки до хрена. Я бы не сказал, что он так прям откровенно чувствуется, но его по факту до хрена. И написан ли он, а что вот это нам написано? Сейчас, секундочку. Секундочку, мне даже интересно. Они тут еще что-то накатали. А накатали они нам. А, ну понятно. В общем, в лучших традициях заводов, в последней моде у всех заводов, очередной какой-нибудь авторский коктейль, который в их исполнении звучит как коктейль богемский рецепт. Вот это вот, 45. Яблочный сок, 45. Тоник, как вы угадали, 45. Наполнить бокалы льдом, добавить все ингредиенты, перемешать, украсить только яблоко. Не, ребята, это с яблоком не пойдет. Это с яблоком не пойдет. Это вообще не тот напиток для этого. Это напиток абсолютно самодостаточный, который можно просто вот так вот сидеть и попивать, наблюдая звезды. Это я вам ответственно заявляю, поэтому накапаем заключительную пятую. И будем, собственно, это дело отмечать. Потому что, да, это, наверное, первый продукт от Белалка, который мне искренне серьезно понравился. И некоторой самобытностью. И вот, конечно, есть минусы. Составки хрена не обозначен, но здесь по ощущениям много всего. И да, это такая бехеровка на минималках. Легкая-легкая. Но вот отсылка идет четко к бехеровке, потому что я больше, наверное, подобрать чего-то похожего просто не могу. Поэтому, собственно, заключительная, которая будет питься за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вас ждет следующих видео, выходящих, спугающих, иногда не очень периодичностью, за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И вот за такую осень, когда я сижу вот в этой вот рубашечке тоненькой, и мне нормально. Поэтому поехали. И всем пока. Продолжение следует...